На телеканале «Россия-1» Карачаева, Черкесия, главные вести республики. С вами Руслан Куркмазов, мы работаем в прямом эфире. Сегодня на заседании правительственной комиссии под председательством вице-премьера России Марата Хуснульна обсуждали итоги вчерашней прямой линии Владимира Путина. В работе заседания принял участие глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов и члены правительства республики. Были обозначены вопросы, касающиеся строительной отрасли, ЖКХ, газа и водоснабжения, с которыми люди обратились к главе государства. Марат Хуснулин дал поручение всем главам регионов проработать каждую проблему, прозвучавшую в прямом эфире, и все обращения, которые остались за кадром. Также говорили о реализации федеральных программ, о доступных результатах, проблемах, вопросах и о том, что предстоит сделать в ближайшее время и в долгосрочной перспективе. Тема ускорения темпов газификации регионов России и бесплатного подключения населения к распределительным сетям «Газпрома» за последний месяц стала одной из главных вестей. Обновленная программа газификации доведена в два этапа. Краткосрочен до 2023 года и долгосрочен до 2030. В результате реализации обеих ступеней уровень газификации регионов России значительно вырастет. О своем голубом топливе мечтает и жительница Узжигуты Роза Капушева. После вопроса Путина детально разъяснил ситуацию глава региона Рашид Семрезов. На вопросы жителей Узжигутинского района ответил и руководитель района Марат Мурат Лайпанов. Ахмат Халкечев продолжит. Большая часть земельных участков под ИЖС в этом районе Узжигуты была выделена еще в начале 90-х. С тех пор город постепенно рос и расширялся в сторону республиканской столицы. Во многих кварталах нового микрорайона еще лет 15-20 назад жители складчину провели уличные сети газопровода. Но по мере плотности застройки, мощности и газораспределительных пунктов здесь стало не хватать. Взять и решить весь комплекс вопросов в одночасье при всем желании, к сожалению, не получится. Но планомерная работа в данном направлении ведется не прекращаясь, заверил глава Узжигутинского района Мурат Лайпанов. Он прибыл на встречу с жителями северной части райцентра с целью из первых уст донести до них всю последнюю информацию по данному вопросу. Газовики в ближайшее время должны уже приступить. В наших планах то, что они нам ответили, в начале следующего года уже полностью начнется возведение всего этого объекта. Уличной сети? Уличной, именно уличной сети. Не среднего, а среднего уже в этом году должны отработать. То есть в 2022 году уже газ здесь... Газ, да. Газ однозначно будет. Как рассказывает Роза Бьяслановна, история Мутерс лично ее семье с проведением газа продолжается уже 13 лет. Она признается, что было довольно неожиданно, когда удалось выйти на прямую связь с президентом. Во время своего звонка она озвучила проблему, которая знакома многим жителям нашей страны. В последние годы с завидной регулярностью из разных регионов страны появляется информация о возмущениях людей из-за непосильных порой затрат на проведение уличной сети газопровода до границ участка. Отвечая на вопросы жительницы нашей республики, Владимир Владимирович подчеркнул, что труба до забора должна быть проведена абсолютно бесплатно. Сама реакция президента и ответ из его уст, насколько вас устроило и насколько удовлетворены услышания? Да, да, удовлетворена полностью. Если все будет так, как он сказал, что вас не должно касаться, сколько будет потрачено до вашего двора затраты. Надеюсь, что так и будет. Тем не менее, гажда вас довести именно в уличную сеть обещают только к следующему году, до 2022-го. Ну, уже, да, ответ, да. Вы готовы, согласны ждать до 2022-го года? Потерпите еще? А у меня есть выбор. Одну зиму потерпим, наверное. Сколько мы здесь живем? 13 лет живем. Мы. А она с 2004-го года. В парламенте состоялась очередная 25-я сессия. Пленарное заседание состоялось в формате аудиоконференции. Парламентарии рассмотрели более 20 вопросов. Комитет по законодательству и государственному строительству представил несколько законопроектов, разработанных в связи с изменениями федерального законодательства. Внесены изменения в республиканский закон о главе Карачао-Черкесской республики и закон о народном собрании. Речь о том, что главой или депутатом парламента Карачао-Черкесии может быть избран только гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в России и не имеющий гражданства иностранного государства, либо иного документа, который дает право на постоянное проживание за границей. Если такой документ появляется, должностное лицо обязано сложить в себя полномочия. Также ограничения теперь касаются омбудсменов и государственных гражданских служащих. Соответствующие изменения внесены в законы республики. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 23 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 20 917 человек. Из них 20 373 выздоровели. 360 человек сейчас госпитализированы. Далее прогноз погоды, а далее будет полезная информация для тех, кто хочет забеременеть. В Карачао-Черкесии вечером и во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10, температура ночью 13-18, в горах до плюс 12, а днем 26-31, и в горах местами 20-25. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 16-18, а днем 29-31 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это главный вести республики. Мы работаем в прямом эфире. С сегодняшнего дня в России начнут выплачивать единовременные выплаты на детей. В отделении Пенсионного фонда России по Карачаво-Черкесии прошел брифинг, на котором детально рассказали о новых ежемесячных пособиях беременным женщинам и одиноким родителям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Карчабиджиев подробнее. Новые социальные выплаты, кому они положены и в каком размере. Заместитель управляющего Пенсионного фонда по Карачаво-Черкесии Ирина Тамбиева подробно рассказала о предоставляемых государством выплатах. Итак, пособия для беременных могут получить женщины, вставшие на учет первые 12 недель беременности, если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. Карачаво-Черкесии на ребенка 11 051 рубль, на трудоспособного 11 024 рубля. Также будет выплачиваться ежемесячное пособие одиноким родителям с детьми возрасте от 8 до 16 лет включительно, но если доход семьи меньше одного прожиточного минимума. Кто относится к категории одинокого родителя? Это одинокие матери у тех, в чьих свидетельствах о рождении отсутствует запись об отце ребенка или он записан со слов матери. Также в случае, когда второй родитель умер или безвестно пропал. И также в случае, если на ребенка в семье, есть решение суда, по которому второй родитель обязан выплачивать алименты. Размер выплат будет зависеть от прожиточного минимума, установленного в регионе. Если ребенок растет в неполной семье, то, соответственно, размер выплаты будет 50% от прожиточного минимума ребенка. Одиноким родителям выплаты назначаются на один год и продлеваются по заявлению. Пособие выплачивается с восьмилетия ребенка до достижения им возраста 17 лет. В случае с выплатой по беременности также 50% только от прожиточного минимума трудоспособного взрослого. В Карачаево-Черкесии выплата семьям с одним родителем составит 5525 рублей в месяц на каждого ребенка, а выплата беременной женщины 5512 рублей. Важным условием для получения обоих пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на человека. Стоит отметить, обе выплаты назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости. Ежемесячное пособие будет устанавливаться на срок 12 месяцев. С 1 января следующего за годом установления будет осуществляться перерасчет указанных пособий в связи с перерасчетом прожиточного минимума в регионе. Значит, пособие будет устанавливаться беременным с месяца постановки на учет, если мама обратится в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения в случае, когда мама обратится в органы пенсионного фонда, по истечении 30 дней с момента постановки на учет. И это пособие будет выплачиваться вплоть до родоразрешения. Для предотвращения распространения коронавируса Ирина Тамбиева призвала граждан пользоваться дистанционным способом подачи заявлений. Тем более, что никаких дополнительных документов в большинстве случаев предоставлять не требуется. Всю необходимую информацию пенсионный фонд запросит у полномоченных органов самостоятельно. Если граждане лично хотят посетить пенсионный фонд, то прием в клиентских службах ведется по предварительной записи. По всем возникающим вопросам жители республики могут обратиться специалистам пенсионного фонда по телефону горячей линии. В рубрике «Наше наследие» сегодня мы расскажем вам о Саиде Халилове. Революционер и просветителе. В именем названной улице действует музей на Малой Родине в Верхней Тиберде. Имя борца за советскую власть – это часть истории Карачаева-Черкесии. О Саиде Халилове материал Шерифат Лепшоковой. Тибердинское ущелье славится своей красотой далеко за пределами республики. Горы, воспитые поэтами, старинный храм из тысячелетней истории и проживающий здесь народ с непростой судьбой. Изменить которую в начале прошлого века мечтал уроженец этих мест – Саид Халилов. Его отец – аварец из Дагестана, мать – жительница Ула Учкулан. Ну как житель Аула Хубар оказался в горах Карачаева. Предание гласит, что в Жучине обиделся молодой горец на отца, не разрешившего ему жениться на любимой девушке. И по местному обычаю – сосватавшего ему двоюродную сестру. А тем временем в родном ауле шли разговоры о сказочном крае Карачае, куда из разных мест бежали от бедности, внутри общинных раздоров и неурядиц. Так у аварца началась новая жизнь. В Учкулане Мухаммада приютит семья Зекирьи Беджиева. Его дочь Хасанхан станет женойного поселенца. Нагрянула чума, и семья переезжает в Тибердинское ущелье. Отец будущего революционера совершит паломничество в Мекку и станет Эфенди в новом ауле. Тем временем Саид с похвальной грамотой закончит начальную школу и поступит в Ставропольскую гимназию. Там мальчик откроет для себя новый мир, мир книг и музыки. Юный гимназист станет поклонником Шаляпина. Ставропольская гимназия в то время была очагом культуры на Северном Кавказе. Саида окружали прогрессивные преподаватели, оказавшие влияние на формирование его мировоззрения. А став старше, будущий революционер познакомится с местными большевиками. Их идея об освобождении царского гнета вдохновят юношу. Своими мечтами о равенстве людей он будет делиться со своим лучшим другом гимназии Улубьем Буйнакским, также будущим революционером. А дальше последует учеба в Санкт-Петербургском университете и революционная деятельность. Но начинаются массовые аресты студентов. И он уже опять в родных краях. Саид Халилов заведовал карачаевским лесничеством. Организовал в Верхней Тиберде первый подпольный марксистский кружок. Его семья жила без собственного дома. Просто при школе, где позже работал Саид. Революция подарила новые надежды. Саид верил, что новая власть даст образование, культуру, более сытную жизнь. В 21-м году он уже член окружного исполкома. Спустя сто лет после тех событий, что помнят о жителе республики о нем? Я много чего не знаю, но я просто слышала, что когда-то кинотеатр имени Халилова был. Вот это я знаю. Ну, может быть, слышала. Не знаю. Революционер Халилов был соратником у Моралиева. Крестьяне часто называли его красной звездой, красным Саидом. Но противники не дремали. Он был убит двумя выстрелами. Его пытались спасти. Сбежавшего фельдшера нашли спрятавшимся в шкафу. Он решил делать операцию. Начало заражение крови. Фельдшер тут же исчез из аула. Позже выяснилось, что он был с противоположного лагеря. Саиду было всего 34 года. Несчастье преследовали семью. В 37-м была арестована Фатима, супруга революционера. Следом сын Рашид, работавший руководителем школы. Новый директор сбросил с фасада жестяную вывеску, где было указано, что школа носит имя Саида. Семье революционера удалось выйти из тюрьмы через год. А еще через три началась война. Фатима была выдана немцам и расстреляна. Младший сын Мунир погиб в сентябре 41-го. Другой сын Рашид погиб в 42-м. Оставшаяся часть семьи была депортирована вместе со всеми карачаевцами. Саид Халилов искренне верил в новые идеи. Был предан родине и народу. Так он воспитывал своих детей. Жизнь его супруги и сыновей оказалась трагичной. Но, как и для Саида Халилова, судьба родной земли стала для них дороже жизни. Шрифат Лепшокова, Рашид Токов. Вести Карачаева, Черкесия. Таким был этот день в Карачаево, Черкесии. А далее, прямо сейчас, смотрите продолжение фильма «Эксперт». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова